Привет! У себя в инсте я частенько показывал и рассказывал про игру, над которой сейчас работаю. Тот самый, думаю, подобный шутер от первого лица. Но на канале, кажется, еще не было видео по этой игре, и я считаю, что пора это исправить. Сейчас я буду создавать полуавтоматическую интовку для этой игры, и заодно покажу некоторые хитрости и аситы, к которым я прибегаю. Так, в сумме тут магика почти самой последней версии, но думаю это сейчас не столь важно. И первым делом настроить цвета. Обычно я выбираю пустую палитру и добавляю уже сюда нужные мне варианты цветов. Добавляем палитру. Так. И, пожалуй, нажму Tab, чтобы перейти в режим мира. И этот кубик просто будет мне небольшим ориентиром по размеру. Чтобы сделать еще один такой, я просто нажму Ctrl-N, появится вот такая пустая область. Примлижаюсь и нажимаю снова Tab. А теперь просто каким-нибудь одним цветом я сейчас быстренько набросаю сам силуэт оружия. Сделать это будет удобнее через какой-нибудь обычный бокс, либо вот так, стоп. Блин, здесь даже иконки поменялись, а? Вот, либо через вот такие вот простые кисти. Соответственно, через зажатый Shift и левую кнопку мыши можем стирать ненужное. Так. Мне, кстати, нравится вот этот элемент. Я его прям выделю. Горячая клавиша M. Выделяю. Ctrl-C, Ctrl-V. А вставляется в то же самое место, поэтому удерживая Ctrl, я левую кнопку мыши его вот так перетаскиваю. Теперь. Можно продолжить этим же самым цветом. Давайте его немного высветлим, чтобы он у нас здесь выделялся. И, собственно, продолжаем. Сейчас я просто пытаюсь получить силуэт, который меня устроит практически полностью. Так, снайперских прицелов здесь у нас пока не будет. Отлично. Общий силуэт я, в принципе, получил. Но выдавливать из этого прям всю форму, чтобы прям получить готовую модель к оружию, как бы, ну, будет совсем не то. А мы же перейдем на более глубокий уровень. Скопируем. Просто оставим как референс. Снова копируем и вставляем. Теперь. Каждая из этих частей теперь будет у нас отдельная. Так. Соответственно, даже рукоятка. И вроде бы как магазин, который нам по-хорошему... Магика тем и хороша, что очень проста в понимании и тем более в освоении. Кому-то этого будет достаточно, а кто-то захочет большего и пойдет в большое 3D. Может даже сделать это своей основной работой и будет создавать не просто кубические модельки, а персонажей для фильмов, игр и сериалов. Если это про тебя, то тебе нужны лишь практические знания, с которыми поможет онлайн школа XYZ. Если ты хоть немного умеешь моделить, залетай на курс про разработки реалистичных персонажей для игровых трейлеров, катсцен, сериалов и фильмов. Это одно из самых творческих и денежных направлений в 3D. Ведь главная сфера применения реалистичных персонажей – триплые игры и проекты типа Love, Death and Robots. И та же зелёная джуна тут зарабатывает от 700 долларов. Научись создавать реалистичных персонажей для синематиков, сериалов и фильмов. Тебе поможет художник Артём Гансиор, который работал над персонажами для Baldur's Gate 3, трейлерами для League of Legends, Shadow of the Tomb Raider и многих других игр. По итогу курса у тебя в портфолио будет один реалистичный антропоморфный персонаж. Вероятность попасть в студию с такой работой в портфолио возрастет в разы. Пять лучших студентов преподаватель отправит на ревью и тесты в Share Creators, в которой работает арт-директором. Они смогут поработать в реальной студии сразу же после обучения. Школа первая на рынке по геймдеву во всём СНГ, и это не просто так. Их преподы – действующие профессионалы индустрии, которые работают в Blizzard и CD Projekt Red. Каждую домашку проверяет персональный наставник, мидл с опытом от трёх лет в индустрии. Он напишет, что получилось хорошо, а что исправить, чтобы стало ещё лучше. Ему же можно задать любой вопрос и получить дозу мотивации в закрытом чате. Ты не будешь чувствовать, что учишься один. Будет помощь как от студентов, так и от менторов. Нет никаких ограничений по времени. После покупки курс доступен всегда в твоём личном кабинете. Ну и, конечно, живые стримы с преподавателями и прямое общение. Ты всегда можешь написать с вопросом. Максимальный набор на поток – всего 50 студентов, так как школа трепетно относится к проверке домашних заданий. Поэтому торопись и переходи по ссылке в описании. Поток запускается уже 1 марта. И помни, лучшие выпускники уже работают в Ubisoft, Saber, Spirosoft, Digital Forms и других известных студиях. Получилось у них? Получится и у тебя. Ну а мы возвращаемся к нашим Майнкрафтоподобным моделькам. У нас есть несколько вариантов, как можно поступить. Первый. Мы выделяем вот это вот всё. Нажимаем Tab, переходим в режим мира, нажимаем Ctrl-V и перетаскиваем прям целую область. А теперь на некоторых этих частях нам нужно просто больше детализации. Поэтому входим в эту модельку и нажимаем 2X. Теперь у нас здесь стало немного больше разрешения. Но нам всё равно этого не хватит для детализации. Поэтому нажмём ещё разок. И в принципе с этим уже можно будет работать. То есть мы уже можем создавать вот такие вот штучки. Но при этом мы будем делать подобную вот мелкую детализацию, только на некоторых деталях. Так, то есть лучше будет поглубже. Например, сглаживать углы вот здесь мы не будем. Потому что этого смысла нет. И это добавит полигонажа. Вот и единственный момент можно будет добавить вот здесь какое-нибудь сглаживание. Но опять же это может повредить общему такому квадратному стилю. Поэтому лучше пока не надо. Так, и само собой отделю ещё вот этот ствол. Так, лучше это делать в режиме ортографии. Так. Отодвигаем. Можно даже будет и сделать пересечение потом, чтобы он как бы немножечко заходил сюда. Возможно, это тоже будет прикольно. Но это будет более такой старомодный вариант оружия. А у нас всё-таки уже научная фантастика. Поэтому немножечко не подойдёт. Далее. Ну, возможно, даже лучше будет сделать вот так. Так, но добавлять курок туда смысла нету. И его всё равно будет не видно. Но с рукояткой вообще всё не так просто на самом деле. Потому что мы сюда добавим ещё всякие переходные части. А саму рукоятку при этом сделаем наклонной. Но делать это мы будем уже не здесь, а в юнити. Я думаю, что можно ствол сделать чуть-чуть поменьше. И теперь, в принципе, можно уже пробовать заливать это разными цветами. Пока что сделаю имитацию дерева. Но потом закрашу чем-то более подходящим. Так. Удерживая Ctrl-Shift, левую кнопку мыши можно дублировать цвет и перетаскивать его. Стараюсь здесь слишком много цветов тоже не плодить. Как бы такое себе занятие. Ну, в принципе, нормально. Так. Основа есть. Основа есть. Но я хочу вот эту штуку сделать по шее. Остальное пока пусть остаётся как есть. Дальнюю штуку нам надо бы сделать ещё меньше, но... То есть мы бы могли просто вот так вот... Не вот так вот, а вот так вот сжать. Буквально до одной. Подвинуть. Встать. Вот. И как бы всё было бы нормально. Но. Я немножечко другой вариант сейчас использую. Я его вот так вот удлиню. И добавлю сюда акцентный цвет. Такой. Как бы можно сказать, прицельный. На самом юнити нам этот элемент нужно будет значительно уменьшить. С другой стороны. Можно сделать даже немного попроще. Можно его уже здесь вот так вот. Нет. Не вот так. А вот так. Так что ж такое. Но я боюсь, что когда мы его прям уменьшим до нужного размера, этой точке всё равно будет не видно. Поэтому мы просто сделаем отдельный кубик, что как бы не очень хорошо со стороны полигонажа, потому что это, ну грубо говоря, 4 там, или сколько полигонов новых добавится. Нет, не 4. Где-то около 6, по-моему. Вот. Так как нам понадобятся 3 таких штуки, то грубо говоря 18 лишних полигончиков. Как бы кажется, что это ничтожно мало, но для телефонов, в принципе, это может быть ощутимым. Теперь всё это дело осталось покрасить. Превратим имитацию дерева в какой-нибудь тактический пластик цвета хаки. Вот так. Посовременнее будет смотреться. И, в принципе, можно уже начинать красить. Для этого что я буду делать? Так, это мы отсюда отодвигаем. Это нам больше не нужно. Дублируем этот цвет. Ctrl-6, левая кнопка мыши. Сразу я здесь что-нибудь нарисую и подберу. Ну, а здесь, кстати, можно наоборот, более светлый цвет. Можно попытаться воспользоваться правилами пиксель-арта и избегать вот таких вот острых углов, но, как вы понимаете, в некоторых местах они здесь всё равно нужны и неизбежны. Субтитры создавал DimaTorzok на эту сторону пока не обращаем внимания мы к ней еще вернемся чтоб хотя бы с одной стороны здесь все выглядело нормально просто помечу место где будет располагаться рукоятка но видно его скорее всего не будет а хотя вполне возможно что и будет так ствол получился немножечко неровным но если быть точнее не квадратным так как раньше забирается располагаться да Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте сразу его... Так и сделаем... И с обратной стороны тоже... Это будет равносильно... Примерно тому... Если бы я сделал следующее... Просто я его сделаю вот так... То есть... Это... Примерно... Вот так вот должно быть в итоге... Но как видите... Смотрится пока что... Так себе... К тому же это... Значительно добавляет полигонов... Ну и просто... Добавляет шума... Когда здесь будет более гладкая наклонная поверхность... Это будет смотреться намного лучше... Так... И чтобы не проделывать... То же самое... С обратной стороны... Я это... Скопирую... Вставлю... И... Отражу... Так... Не та ось... Я понял... Тоже не та ось... Вот так... Раз... И то же самое... С этой... Стороной... Нет... 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 Отлично... Все... Перебудал... Мы ее... Должны не отразить... А... Повернуть... Так... и с вот этой страной по сути тоже мы должны скопировать и повернуть здесь я просто помечу эту область какой-нибудь вот такой хреновиной просто чтобы он не выглядел таким вот пустым да и к тому же можно по придумать здесь какие-нибудь мелкие детальки так давайте сразу немножечко разделим эти детали чтобы их можно было уже собрать отделяем вставляем top fit size и снова top пододвинули а то что здесь как бы такая несостыковочка может быть по размеру здесь кого еще повезло как бы симметрично вот если будет например что-то вроде вот такого и не будет какой-то четкой середины то ничего страшного unity как бы мы это все исправим так ствол за одном посмотрим может его как-то ближе сюда поставить советую кстати иногда вот так вот в перспективе приближаться и просто смотреть как будет в этом ракурсе осмотреться оружие заодно увидите конкретные зоны которые стоит детализировать которые нет ну например а вот эта вот страна в принципе это будет и не видно кстати пора бы здесь симметрию навести сделаем это тоже очень просто копируем но сначала выделяем копируем вставляем и перетаскиваем сюда об все никаких проблем хочется мне здесь что-нибудь такой вот вам нарисовать на зеленый будет у нас вот здесь в акценте поэтому надо чего-нибудь посветлее вот так например эти части также все отделяем так и сразу сделаю здесь повыше эту штуку сразу где-то вот так потому что мы ее будем наклонять и и соответственно может просто не хватить вот этой маленькой полоски пока что представим ее вот так так и по сути осталось сделать только вот этот магазин думаю можно сделать такую же линию как на этом прицеле должно неплохо смотреться так и она будет пошире а вот эту часть можно уже сделать потемнее прям прорисовывать и тем более делать всякие вот эти впадинки нет смысла лишний полигонаж можно как бы не вижу в этом смысла если честно можно просто взять более глубокий цвет и как бы это сымитировать так вот в черноту и какой-нибудь акцентик например того что там есть пули и как раз будет немного отвлекать внимание даже прям вот так вот одно показать чтобы было покрупнее нагляднее вот мне кажется такой интересней и так как мы все равно будем большую часть времени видите этот магазин именно вот так то можно сделать еще такую имитацию просто еще более темный цвет сюда нанести например вот так как нибудь а сюда опять прямо черного добавить опять же мы скорее всего никогда не увидим эту сторону но мне почему-то хочется здесь сделать так теперь у нас остался только этот корпус так и так же пометим каким-нибудь акцентным цветом находит пример таким зеленым но зеленый нас принц ведет чисто для прицела что нибудь такого плана вполне я думаю подойдет можно даже здесь да определенно да и нам кстати понадобится еще такой вариант без пули так по сути осталось приделать какую-нибудь рукоятку а можно даже поступить вот как прям через зажатой вот так вот берем цвет а 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 то есть а а а а так и куда то вот сюда у нас будет вставляться магазин возможно у нас будет немножечко меньше либо нам лучше просто удлинить сам корпус винтовки прямо так выделяем так это много и просто вот так вот переносим теперь что нужно со всем этим сделать так у нас еще остался один элемент вырезаем вставляем вот так а теперь нам все это дело нужно перенести в unity сделать это можно двумя способами 1 использовать обычный экспорт и экспортировать именно обжи файл советую сразу сделать отдельную папочку потому что каждый из вот этих элементов будет сохраняться в отдельный файл но я оставлю это все в окс формате этому пока удаляем хотя 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 ладно пусть пока будет возможно еще пригодится на будущее суть в чем в том что мы сейчас это немножко центрируем хотя смысла в этом особого нет но мне просто так хочется все сохраняем и по сути у нас сохранился именно на vox файл нам даже ничего экспортировать не нужно поэтому переходим в unity здесь у меня уже заготовочки пикапов лежат при работе с магик и воксель и вот этими воксельными файлами я обычно используем асет специальный называется он сейчас магик воксель тулбокс стоит в принципе очень очень дешево если собираетесь делать игры с воксельной графикой прям рекомендую его приобрести сильно упростить жизни время сэкономит а собственно когда мастер этот импортировали в движок в unity закидываем просто в папку сами воксельные файлы и у нас появляются варианты что с ними можно сделать маленькая хитрость которую я использую опять же для экономии времени чтобы сразу сюда сохранить нам vox файл открываем show on explorer нажимаю сюда копируем магик воксель нажимаем control shift с вставляем сюда адрес через control v enter и сохраняем так сразу папочку vox все мы его сюда сохранили сейчас она здесь появится так и нажимаем кредит prefab а собственно выбираем папку куда он все это дело сохранит отлично открываем теперь эту папочку и как видим у нас здесь немножечко большой размер получился но и в этом принципе ничего страшного нет также у меня сейчас здесь нестандартный рендер pipeline поэтому я выделяю сразу через зажатый shift все эти материалы и обновляю их так теперь что касается масштаба раскрываем убираем из него prefab и просто все отсюда вытаскиваем все этот файл нам больше не понадобится а извините только его не удаляйте и теперь начнется магия во первых берем эту рукоятку опускаем ставим ее примерно посередине как видите она уже перестала мерцать потому что полигоны перестали друг на друга накладываться и наконец мы ее вот так вот проворачиваем тоже самое можно немного сделать и с вот этим элементом но его и советую а здесь даже не надо их так двигать точнее масштабировать вот так просто подвинули и все никаких проблем так теперь что касается вот этой рамки ставим ее тоже посередине магазин в принципе находится посередине с ним все нормально его можно не трогать но при желании также можно сделать какие-нибудь наклоны собственно самая рамка которая может отодвигаться чтобы оттуда вылетал патрон и наконец отдельные части из которых мы сейчас будем собирать ствол просто немного уменьшаем с вот этими кубиками тоже не все так просто сначала поставим его вот сюда а а если на момент надо было здесь сделать эмиссив на этот материал тогда с этим плагином магика воксель toolbox он бы тоже экспортировал этот цвет но сейчас как будет уже немного поздно делать но вам просто покажу во вкладочке рендер включаем именно вот на это выбранном цвете включаем имид и настраиваем все и при экспорте движок он также есть сохранит это свечение вот вручную он так конечно не сохранит нам придется делать еще быстренько карту эмиссии но это достаточно быстро и просто так можем прям засунуть его друг в друга и просто уменьшаем так наконец гвоздь этого номера через зажатый control поворачиваем на 45 градусов не совсем на 45 ладно не в ту сторону точнее вот так располагаем по серединке и смотрим что на что у нас тут влияет скорее всего нам придется сделать вот так и скукожить будет наверно не совсем то но в этом тоже что то есть кстати и снова эти наши кубики светящиеся кстати если у него сейчас отдельный материал нам возможно даже не придется делать никаких карт все сделаем через материал то есть все максимально просто будет так ну ка посмотрим на у него отдельный материал что принципе логично потому что это отдельный мэш поэтому давайте прям сразу здесь включим эмиссию включим эмиссию все отлично так вот здесь можно сделать поменьше так ну что ж вот мы ее и собрали теперь нужно с масштабом решить вопрос все это дело можно засунуть в один пустой объект и просто уменьшить его до нужного размера так вот эта штука нам уже не нужна так нам бы лучше поменять их местами на этот мы оставим как отдельный пикап чтобы можно было подбирать как патроны просто дополнительное так ну что ж давайте уменьшать еще дальше просто сориентируемся по размерам рук и и в принципе такой размер должен быть прям нормальным вот так выглядит оружие в действии на тестовой сцене которая кстати сгенерирована процедурно с помощью асиста данжон архитект если хотите больше видео по этому проекту ставьте лайк и подписывайтесь на канал с вами как всегда был арталаски пока